Которая, на наш взгляд, является проблемным у государственных ветеранов, это их кондиционная подготовленность. То есть их сила, их выносливость, их скоростно-силовые способности с возрастом достаточно быстро угасают. Если мы действительно объективно посмотрим, например, схватку, даже мы возьмем чемпионат мира, такие топовые государственные ветераны возраста 40-50 лет борются, например, даже легкая и сырая категория 66-73 кг. Если мы посмотрим, как борется молодежь основного возраста, то, конечно, налицо, да, есть броски и там, и там, здесь есть ипон, и там есть ипон. Но именно их кондиционные возможности, их движение на татами, их тент ведения схватки, он, конечно, принципиально отличается. То есть они быстрее устают, силовые способности у них не те, скоростно-силовые не те, и вследствие этого они зачастую реализовывают свой технический потенциал по ходу схватки, иногда не в состоянии. Поэтому, в общем-то, и цель нашей диссертационной работы была вот именно предложить какую-то систему совершенствования кондиционных возможностей дзюдоистов-ветеранов с тем, чтобы они могли свой потенциал технически реализовать, с тем, чтобы они могли достаточно быстро входить в форму, и с тем, чтобы при небольшом количестве занятий в неделю, например, двух-трех, они все-таки могли, ну, говоря простым языком, хорошо стоять на татане. И вот, проведя анализ современных систем физической подготовки, которые существуют на современном этапе, ну, это функциональный тренинг, кроссфит, такая известная система, мы обратили внимание именно вот на эти технологии, такого интегрированного, сопряженного воспитания различных двигательных способностей, остановились на кроссфите и попробовали адаптировать, тут очень важно, то есть не брать целиком, безусловно, не копировать там какие-то комплексы кроссфита и не заставлять там возрастных ветеранов заниматься вот именно по вот этой методике, а всего лишь определенные задания, определенные принципы построения вот этих упражнений, рекомендовать их в тренировочном процессе. В общем-то, при формировании этих тренировочных заданий, этих комплексов, мы исходили из того, что уже хорошо известно в системе спортивной тренировки, что, собственно, сами тренировочные задания, упражнения, которые мы воспроизводим на тренировочных занятиях, они должны быть максимально приближены к соревновательному заданию. Проще всего это, например, где-то там тяжелые атлетики или там в легкой атлетике, то есть рывок там или толчок штанги, или, например, кросс 3 километра или 10 километров на соревнованиях, на тренировке. Все это должно соответствовать одну другому. Это проще. Сложнее в единоборствах, поскольку воссоздать именно вот этот формат соревновательного противоборства, соревновательной схватки, постоянно, часто и с высокой долей приближенности на тренировочном занятии, не всегда это удается. Не всегда это, то есть какое-то моделирование, какие-то различные аспекты и так далее. То есть это сложно. И вот мы постараемся сделать следующее. Предложить такие упражнения, которые были бы близки по динамическим, пространственным и временным характеристикам соревновательной схватки. То есть если мы условно принимаем продолжительность соревновательной схватки в среднем, от трех, может быть, до семи минут, у дзюдайса, ветерана, голденскор там редкий, часто там все заканчивается достаточно быстро, минута полторы, кто-то упал на спину, все и понт. То есть в принципе продолжительность небольшая. То есть собственно и продолжительность этих комплексов кроссфита также приблизительно такая. То есть от трех до семи минут. И при этом режим их выполнения, он приблизительно такой же, как и в схватке. То есть есть у нас, мы знаем, что активный период, то есть он там, ну там разные оценки есть, от 15 до 30 секунд. И пауза между командой Матте и Хаджиме, ну где-то в пределах от 5 до 15. Поэтому комплекс у нас, он состоял из активной фазы, там в пределах 20 секунд и около 10 секунд. Ну это я один из примеров привожу, это такой комплекс, он называется Табада. 4 минуты работы, 4 минуты продолжительность этого комплекса, 20 секунд работы, 10 секунд работы, 10 секунд работы. Какое упражнение у этих 20 секунд? В принципе все, что соответствует вот именно в борьбе. То есть это может быть и только отработка технико-тактических действий, то есть набрасывание на скорость. Это могут быть в чекоме, это могут быть различные виды борьбы, например, и в стойке и в партре. Это может быть борьба за захват, это может быть ронтори с различной степенью сопротивления. Это может быть комплексирование, то есть, например, 20 секунд это будет борьба, 10 секунд отдых, далее 20 секунд они выполняют какие-то упражнения, например, с отягощениями. Там рывок, там толчок, гиря, штанга, работа на резине и так далее и тому подобное. То есть вот этот комплекс, он достаточно интенсивен. Интенсивность его к концу или общая напряженность этого комплекса, она приближается где-то к субмаксимальной. И тем самым она именно моделирует те условия, с которыми спортсмен столкнется в течение соревновательной схватки. Количество таких комплексов, конечно, оно не превышает 1-2 за тренировку, поскольку все-таки кондиционные возможности, подготовленность, они не столь высокие. Ну вот проведенный эксперимент, причем это была серия экспериментов, и мы как бы выполняли такой поисковый эксперимент, то есть смотрели какие комплексы лучше, какие хуже, работали с молодыми, работали со зрелыми, в том числе, естественно, я это пробовал и на себе, готовился сам к соревнованиям, выступал и сравнивал, как у меня лучше или хуже получалось. И потом экспериментов, которые являлись там основным педагогическим экспериментом. В итоге, да, мы получили результат, что подготовленность спортсменов, кондиционная подготовленность спортсменов, экспериментальной группы, она была несколько выше, чем в группе контрольной. Каким образом это сказалось на результатах выступления на соревнованиях? Но вот тут нужно сказать следующее, что, к сожалению, дать однозначный ответ здесь невозможно. Почему? Это, скорее всего, связано с условиями конкуренции на соревнованиях именно в государственных ветеранах. У них, в принципе, только, наверное, чемпионат мира, и, может быть, в каких-то определенных весовых категориях, и в каких-то возрастных группах выглядят близок к молодежным соревнованиям. То есть, когда, например, в весе там 25-30 человек. Но когда наши спортсмены, конечно, участвуют в соревнованиях такого регионального масштаба, типа там чемпионата Москвы или чемпионата России, когда весят там 5-6 человек максимум, и при том, что конкуренция такая, то есть каждый конкурент нам хорошо знаком, как говорят, некоторые с ним уже 40 раз боролся, мне уже больше это просто делать неинтересно. Но тут, конечно, трудно сказать, что повлияло на результат этих соревнований. То ли подготовка, какие-то методические особенности подготовки этого спортсмена, то ли, может быть, что-то еще. Но кондиционная подготовленность спортсменов контрольной группы, исходя из условий выполнения упражнений, тестовых упражнений, она, конечно, выросла в большей степени, чем в группе экспериментальной. И помимо, в общем-то, аспекта физического, который, как мы знаем с вами, он всегда составляет у нас базу, у нас платформу, все-таки мы предлагаем вернуться к тому, что находится сверху, то есть это еще раз остановиться на особенностях технической подготовки или технико-тактической подготовки. Мы с вами уже отметили то, что дзюдо изменилось. Оно стало более скоростным, оно стало более динамичным, оно стало более техничным. И, конечно, анализируя подготовленность технической дзюдоистов-ветеранов, наблюдение, видеоанализ, опросные методы, мы, к сожалению, сделали вывод такой, что они, если совершенствуют или видоизменяют свою технику, то, скорее всего, исходя из условий, ну, например, у него там была травма колена, и он, например, не может делать спину с колен, бросок через спину с колен, или он не может делать бросок подхватом, там, стоять на этой опорной ноге, и он начинает менять, то есть он начинает бороться в другую сторону, он начинает применять какие-то другие технические действия и так далее и тому подобное. То есть, в основном, исходя из своих вот, из состояния своего здоровья. Но, говорить о том, что человек совершенствует свою технику, потому что ему это нравится, потому что он старается расширить свой багаж технико-тактических знаний, и, к сожалению, мы столкнулись с такой проблемой, что по этому пути, и, кстати, пуляем. Помните, да, он остановился на том же, когда вы задали ему вопрос, а вот что-то вот сейчас новое там. Дело в том, что я с ним хорошо знаком, я сам туда видел вырезать, с ним боролся, тоже задавал ему такие же вопросы. Он говорит, а зачем? Я делаю его вот сюда, вот в левую сторону, вот эту спину со вставкой, с односторонним захватом. Мне этого вполне достаточно. Трижды второй призер на чемпионате мира, заслуженный мастер в спорта. Пожалуй, самый, наверное, результативный спортсмен, ну, если не брать те, кто стал олимпийским чемпионом у нас сейчас в сборной Российской Федерации, поэтому ему этого достаточно. Хотя, если посмотреть на конкурентов, если посмотреть на японцев, те однозначно борются в две стороны. Если мы смотрим, например, Шахей Оно, его более молодые выступления, более молодого возраста, он бросает отхватом-подхватом только в правую сторону, приезжает он через год буквально на чемпионат мира следующий, и он уже начинает бросать Саде Цурикуми Гоши вправо, влево, начинает делать влево спину с колен, то есть, несмотря на свою результативность, абсолютно, он у всех выигрывает, там, у него проигрыши, там, буквально одна-две схватки, он все равно совершенствует, он понимает, что конкуренция растет, его поджимает, ему нужна новая техника. К сожалению, среди наших спортсменов, возрастных дзюдоистов-ветеранов, такая, к сожалению, тенденция отсутствует. Вот, поэтому, в общем-то, я бы предположил усилия на современном этапе направить на то, чтобы именно вот эти современные технологии, современные тенденции, развитие дзюдо на современном этапе необходимо учитывать в современном контексте и в контексте подготовки возрастных дзюдоистов, в дальнейшем, или производить дальнейшую модернизацию, дальнейшее совершенствование вот этой методики спортивной тренировки. Если с кондиционными способностями там все более-менее понятно, но вот именно попытаться каким-то образом повысить информированность специалистов, повысить информированность тренеров, побудить их к всестороннему своему техническому совершенствованию, это, на мой взгляд, достаточно важно. И, например, опять, если проводить анализ, ну, скажем, показательных выступлений известных имениток спортсменов-японцев, ну, например, один из чемпионатов мира, где Инуя демонстрировал Нага-Ноката. У нас, если мы поговорим с нашими квалифицированными, высококвалифицированными спортсменами, ну, 99,9 скажут, что Нага-Ноката, что это такое, и тренеры скажут точно так же. Это все не нужно, это все не то, нет никакой корреляции абсолютно с выступлениями на соревнованиях, в борьбе, то есть это совершенно другая техника. Но, может быть, мы зададим вопрос, может быть, поэтому мы и занимаем сегодня 10-е место на чемпионате мира, потому что мы не знаем Нага-Ноката, или, может быть, какие-то иные формы. То есть, я вижу как раз недостаток в значительном снижении результативности выступления наших спортсменов именно в отставании методическом. Евгений Куден, он делал магистрскую работу, Евгений Григорьевич, делал магистрскую работу на... когда он проходил обучение в магистратуре в Руговке, и вот мы с ним делились впечатлениями, он говорит, я протестировал порядка 200 тренеров, специалистов, которые занимаются обучением дзюдо по всей России в различных клубах. Говорит, такая интересная вещь. Порядка 50%, то есть 100 из них, ранее никогда не занимались дзюдо, как спортсмены вообще. А из этих 100 человек, которые никогда не занимались, примерно половина, то есть еще 50, не занимались единоборствами. То есть они пришли откуда-то там, может из тяжелой атлетики, из легкой атлетики. То есть они никакого отношения к единоборствам не имеют вообще. И тут возникает вопрос, а как эти люди работают? И возникает следующий вопрос или ответ. Да может быть вот поэтому результаты наших спортсменов таковы, что их в юном, в детско-юношеском возрасте учат те люди, которые кимоно и пояс не одевали никогда. И у них достаточно такие опосредованные представления о борьбе. Может быть они знают по фильмам, по каким-то там видеороликам, по каким-то иным формам и методам обучения. Но сами они через себя это не пропустили. Вот в чем проблема. И, собственно, вот такое методическое совершенствование. Его, конечно, необходимо проводить, но как-то сообща, организованно. К сожалению, нас тут очень мало. И, в общем-то, хотелось бы поднять этот вопрос на более широкой аудитории. Возможно, там с использованием средств видеофиксации каким-то образом это получится сделать. Здесь хотелось бы остановиться на том, что, собственно, мы делаем сейчас. Там диссертация подготовлена, закончена. Какую работу мы проводим. Здесь хотелось бы, безусловно, упомянуть еще раз Худлина Евгения Львовича. Его стремление создать сейчас, может быть, какую-то современную российскую школу или Российскую академию дзюдо. Суть не в организации, как-то, вот там, ЦСКА, там, или, например, Динамо, или что-то еще. А школа, в смысле, методическая школа. Вот, как мы помним, у нас, когда был жив Якуб Комбалетович Коблин, была знаменитейшая майкопская школа, которая буквально штамповала чемпионов, призеров, мастеров, заслуженных мастеров и так далее. Не стала Якуба Комбалетовича, не стала майкопской школой. Вот создать эту новую школу сейчас на современном этапе, которая бы, безусловно, учитывала все тенденции развития, все современные достижения в спорте, в тренировке, в медицине, в организации, это бы позволило как нашим основным спортсменам, основной группе занимать не десятые места, поскольку, когда мы посмотрим, кто перед нами, перед нами это Чехия, перед нами это страны, которые, там, 5 миллионов у него населения, то у них один чемпион мира обязательно присутствует. У нас огромная страна, с огромными традициями, с огромным опытом, багажом, наукой и все остальное, мы, к сожалению, где-то там, хоть и говорят, да вот, Российская Федерация вошла в десятку, но это смешно. При Советском Союзе мы с вами помним, если бы был такой результат, просто всех бы отвелет на задний двор и просто всех бы расстреляли, все. Не было бы этой ни Федерации Дзюдо, ничего, другие бы люди пришли. Здесь люди оправдываются, работают и так далее, все это продолжается. И, в том числе, наши дзюдоистые ветераны могли бы выступать на соревнованиях, в том числе, международного уровня, не только за счет своего прежнего багажа «Я мастер спорта СССР», а на этих соревнованиях успешно и результативно выступали бы те спортсмены, которые приходят из других педагогеноборств, те, которые начали заниматься дзюдо в возрасте 30 лет или более позднем возрасте. То есть, сосредоточив вот эти усилия в этом направлении, мы достигли бы больших результатов. И вот чем занимаемся мы сейчас? Стараемся вот эту методическую работу сосредоточить в формате создания коротких видеофильмов. Ну, буквально к этой работе мы приступили месяц-полтора. То есть, это разбор всех основных технических действий мы выкладываем в социальных сетях. Формат такой, то есть, это одно маленькое коротенькое видео, ну, например, возьмем там отхват усопы Гарри, выполнение его в базе, то есть на месте. Второй ролик – это выполнение в движении. Третий – это разбор основных ключевых точек, разбор ошибок. Четвертый – это вариант выполнения в борьбе различных вариантов. И пятый – это, возможно, какие-то подводящие упражнения или упражнения специальной физической подготовки. То есть, вот такие ролики по одной, по полторы минут, те мы формируем в блоки, вставляем, с тем, чтобы максимальное количество заинтересованных лиц, специалистов смотрели. В принципе, реакция уже положительная, то есть, многие благодарят, делают репосты, то есть, говорят о том, что на самом деле такая работа необходима. Поскольку, в принципе, в интернете информации много, но она вся, она англоязычная или японская, то есть, ну, чего греха таить, много людей, которые не понимают английский язык, поэтому он смотрит вот этот ролик, там, четырехминутный, ему понятно, что выполнен бросок через спину или передняя, там, подножка, но какие аспекты, где, что, куда ставить ногу, куда тянуть, как, почему. Потом, как эту технику адаптировать к борьбе, это тоже очень важно. Поскольку я, например, вспоминаю свои юношеские годы, в 79-м году шел заниматься в цедовом, в этом замечательном спортивном комплексе, ну, и нас учили, вот, партнер неподвижный, вот, влево, вот, вправо, а дальше борьба, дальше день борьбы. И, в принципе, здесь выплывали, ну, такие, наверное, более-менее способные. То есть я помню, что через три года, вот наша группа здесь, которая стояла здесь на втором этаже, порядка, там, ста человек нас набрали в сентябре, там, 79-го, года через три, там, если чего-то пять из них осталось, из этой сотни это максимум. То есть все остальные приехал на соревнование, проиграл, приехал на следующие соревнования, опять проиграл, опять проиграл, просто становилось неинтересно. Проигрывает, проигрывает, тренер его начинает постоянно тюкать, почему ты проиграешь, уходят, приходят новые и так далее. Но это, конечно, путь не тот. Причина, это методическая составляющая. На этом разрешите поблагодарить вас за внимание. Доклад, наверное, мой достаточно был такой подзатянутый, емкий. Скажу, можно, да? Доклад, он как раз, скорее даже, дополнил очень... У нас уже прошло кое-что. Все об этом говорят. Это как раз дополнило, не так еще, обобщило все, что мы сегодня говорили. И Евгений говорил о создании, ну, может быть, немножко другими словами. То, что вы сказали, Роман Николаевич, то есть определение, так, школа, система, курская, майковская, челябинская. Умирает лидер, умирает школа. Почему она остается выдержанной в Японии, как Кадакан, Дзюдо, хотя Дзюгора Кана давно уже нет, и эта школа существует. Может быть, в чем проблема, почему они исчезают, эти школы, хотя не приносили результат. Проблема специалистов, которые, вот и Роман Михайлович уже говорил об этом, не приспособленных, как говорится... К профессиональной деятельности. К профессиональной деятельности. И это, кстати, не только... Эти вопросы мне присылали из региона, когда я брал интервью с Бесланом Мудрадовым, там прислал один из Таганрога. А стоит ли, задал ему вопрос, человек, который имеет клуб дзюдо в Таганроге, бизнесмен, который за свои деньги сделал клуб дзюдо и содержит все... И задал вопрос, не кажется ли вам, что мне прием менять систему развития дзюдо в России с тем, чтобы это, как бы, ну вот, как вы сказали, да, была приемственность некой поколении, чтобы спортсмены развивались, чтобы дети... Ну, что вы, слава вопросу, а зачем? Результаты есть? Да. Результаты есть. Результаты, опять, какие-то для нас, понятно, что для Федерации Дзюдо России основной результат уже был давно всем объявлен. Это олимпийские медали. Они есть, все остальное никого не имеет значения. Это наша основная, как бы, мечта, цель. Кстати, и Пуляев сказал об этом, да, что моя мечта даже не чемпионат мира, не пробка и так далее. Моя мечта, цель, и олимпиад. Все. То есть, вот вы сказали, сейчас обобщили многое, что мы говорили, то, что процесс тренировочный, как вы сказали. Тренировался в 15 лет, и сейчас ему 45, он этот же метод тренировки переносит в 40 лет. Это вопрос, вот, как бы, может быть, рекреационного дзюдо, здоровительного дзюдо, который способствует, опять-таки, дети смотрят на этих, меньше травм, меньше всего, продолжительность жизни, качество жизни, и тому подобное. Это вот мы сегодня, вот сказать, так вот получилось, что мы находимся в одном ключе. В одном ключе. Роман Михайлович, я рассказывал о свой доклад о ката, о форме упражнений, которые способствуют повышению качества применения техники в соревнованиях, в поединках. Как бы, вот этого комплекса, где есть еще прописанного Дзюгора Кана, да, создателя Кана Канзюдо. Ката, Рандори, Чиань, да. И если одно из них убираешь... Вся система рушится. Вся система рушится. То есть, не должно быть ничего обрезано, вычлено и так далее. Поэтому, конечно, все это прекрасно. И вопрос о том, кто этим займется, как мне сказал Борис Шалович буквально вчера. А рано, когда он сказал мне, он задавал вопрос, типа, о ветеранском и так далее. Многие, как бы, да, говорят, что, ну, возможно, да, ну, неплохо, но я бы, может быть, не боролся. Он говорит, да, я вижу, что есть желание. А кто возьмется за создание или изменение системы? Как ее изменить? Допустим, мы видим, прослеживая жизнь Кана Дзюгора, что без государственной поддержки, где он все-таки ее получал, какими способами это мы опускаем, но он и получал, когда Кан Дзюдо имеет сегодня большой авторитет в Японии. И в мире. И в мире сегодня нет. Кто? Сегодня мы видим также, может кто? И руководство Федерации Дзюдо России возглавляет люди, а в большинстве своем, ну, я не беру, да, есть люди, конечно, там, Анатолий Ларяков, призер английских игр, все нормально, там еще. Но есть люди, которые абсолютно далеки, никогда не стояли на тотал, никогда не одевали кимоно, и приходят только с одной целью. Почему? Они одевают, да, будут приезжать, они все одеваются. Да, вот. И губернатор, и они все одевают кимоно. Поэтому, как это поменять? Ну, понятно, что надо что-то делать, да? Вот. Ну, кто это? Значит, это или... Или...